Здарова, криптоны! С вами Александр. И сегодня мы с вами поговорим о картах, как обычно, о GPU-майнинге. И мы уже обозревали огромное количество разных карт. Красные, зеленые, делали различные концепты. И вот совсем даже недавно вышел ролик про новые корпуса закрытого типа. И это еще не все. У нас еще очень много впереди интересного, что мы будем снимать для вас. Сегодня я хотел бы посмотреть на такие карты, как А4000 и А5000. Сегодня посмотрим, поставим их на майнинг, на различные алгоритмы. Посмотрим по температурам, по разгонам, по потреблению. В общем, будет много полезного и интересного. Так что начнем! Кто же из себя представляют карты А4000, А5000 и ежесними 6000? А6000 имеется в виду. Это карточки для профессиональной работы, для профессионального использования. Нужно понимать, это не история для домашнего ПК, не для гейминга. Хотя я не знаю, как они будут в гейминге, но насколько информации в интернете я поискал, для гейминга они вообще не годятся. Ими можно рендерить, ими можно отрисовывать графику для дизайнеров, для каких-то проектов. Они, да, само то. У нас сегодня А4000 и А5000 на обзоре. Это турбовые версии этих карт. Они, в принципе, только такие поставляются. Поэтому не будем оттягивать в долгий ящик. И, наверное, сразу запустим их на майнинг. Сейчас поставлю их на риг и посмотрим, как они себя поведут. Сразу хочу отметить, что вот карточка А4000, вообще шикарная карта, она мне очень нравится. Она, вот посмотрите, какая тоненькая. То есть она, наверное, сантиметр-полтора в толщину и по размерам, ну я даже не знаю, как ее сравнить, вот такая достаточно маленькая, компактная, аккуратненькая карточка. Единственное, что меня смущает, то, что это турбовый тип. Но, как заявлено вообще теми людьми, кто уже ее оттестил, на разных формах я полазил, поискал. Достаточно хорошо она справляется, она достаточно холодная. Но мы замерим, посмотрим, так ли это. Карточка А5000, да, она тоже турбовая, но сразу видно то, что это уже более такой внушительный агрегат. Она потолще, но все равно вот мне нравится, как дизайн сделан. Прям такая мега аккуратненькая история. Прямо совсем такая, не знаю, минималистичный дизайн. Ну, в общем, мне очень нравится. Лично вот, чисто внешне она мне очень нравится. Прям шикарный вариант. Все, не буду затягивать, и дабы не тянуть интригу, давайте приступим к майнингу. Итак, смотрите, что у нас получилось. Значит, установил я их в открытый корпус. Я подобрал достаточно оптимальный разгон, посмотрел в популярных пресетах, посмотрел на форумах. В принципе, до 3500 они держат нормально по памяти. И вот минус 400 по ядру на А4000, мне показалось, работает более стабильно, более интересный хешрейт дает. А на А5000 лучше завышать частоту ядра до 1200. Ограничил я их по потреблению 220 вольт и 124 вольт. Смотрите, что у меня получилось. Работает она у меня уже 38 минут. 63, 80, почти 64 хеша с А4000 и 105 хешей в стабильнейшей работе с А5000 у нас получилось снять. Смотрите, еще один нюанс. У меня установлены драйвера 510, 510.60. Это самые последние драйвера на Hive, которые были накачены, накатили на NVIDIA. Поэтому, скорее всего, со старыми версиями драйверов работать это не будет. Поэтому идти в виду, чтобы эти карточки запустились, нужно будет обновлять драйвера. Но в остальном карточки просто шикарные. 124 ватта потребляет А4000 и 218-220 ватт потребляет А5000. Кульки у меня работают почти на 100%. Точнее, кулек, но там турбина стоит. Выставлено все по автофану, но температура 58-59 градусов. Если я в автофане выставлю удержание температуры в 65-65 градусов, то турбина снизит обороты примерно до 80. По памяти тоже достаточно хороший показатель. 84-88 градусов по памяти. И это все в стабильнейшей работе. Мне очень нравится, мне очень нравится, как они работают. Давайте еще замерим уровень шума. Потому что турбина, она сам по себе громче, чем любая карточка. Так, давайте, сейчас будет у вас скринкаст. Так, вот смотрим. 63 дБ, но это вот вплотную, там почти под 70. Если где-то примерно на уровне полуметра. Ну вот такой уровень шума. И самое интересное, наверное, я бы хотел посмотреть, как эти карты будут работать у меня на других алгоритмах. Мне интересно покопать ими, например, ворону. Да, потому что ворона у нас горячее, чем эфир. Посмотрим, какие будут температуры. И как вообще они будут себя, какой хешрейт они дадут у меня на РВН. Ну что, ну в общем на вороне не очень показатель мне нравится, по крайней мере по мегахешам. У меня 21,5 мегахеш получилось на А4000 и 41,5, и 41,27 мегахеш получилось на А5000. Вообще, в принципе, это в целом-то нормально, потому что РВН всегда имеет вот примерно чуть больше половины он срезает от эфира. Например, карточка 580, они на РВН выдают там 13-14 хешей, в лучшем случае, иногда 12 хешей. Получается, здесь у нас, если у нас 105 хешей было на эфире, 40 хешей осталось, ну это я имею в виду вот А5000. Ну, да, 60%, чуть больше 60% у нас было срезано. Ну и здесь тоже примерно столько же было срезано по мощности. В целом, средний показатель, то есть средняя температура по больнице. Но если мы отталкиваемся от показателей по эфиру, а так, конечно, мегахеш, так же, как и на эфире, так же, как на РВН, на любом другом алгоритме, то нужно считать именно цена, хеш, ватность, ну и так далее. Это вы уже все знаете, мы сто раз об этом рассказывали. Давайте поставим еще на какой-нибудь, давайте на Эрго. Эрго мне очень нравится, потому что он показывает огромные хешрейты, просто приятно смотреть, когда там какие-нибудь сотни хешрейтов с одной карты, поэтому Эрго тоже в нашем списке. Так, Эрго тоже запустилась, но на Эрго вообще шикарный показатель. То есть смотрите, 152 хеша на А4000 и 204 хеша на А5000. То есть если мы считаем от эфира, то ровно в два раза. То есть примерно, ну ладно, хорошо, 204 и 105 там, чуть меньше, чем в два раза, можно округлить. То есть в два раза больше, чем по эфиру. Это очень хороший показатель для карты, потому что не все карты на Эрго могут, удвоить хешрейт относительно эфира. То есть мы всегда за базу берем эфир и вот от него отталкиваемся, как карта работает на других алгоритмах. То есть данные карты работают вот на Эрго, мне прям вообще очень нравится. Причем, что температура чуть меньше, да, на мой взгляд, да, чуть меньше стали. 59, 82, 51, 74 по температурам. Температура ядра и памяти имеется в виду. Ну, кульки, точнее кулек, турбина все так же на 99, почти на 100%. Так, ну и последний тест. Давайте запустим еще на, скажем, да, CFX. У нас остался CFX. Посмотрим, как у нас на CFX и будем уже финалить. И CFX тоже у нас запустился. Смотрите, что мы получили. 44 хэша на А4000 и 84,5 хэша на А5000. Потребление у нас ровно все точно так же. Но единственное, что мне нравится на CFX, кстати, показатели по хэшрейту тоже очень хорошие. Мне тоже очень нравится, как она работает. И мне что нравится, то что по памяти. То есть вот, например, на CFX вообще память под 76-78 градусов, да, это, в принципе, хороший показатель. И с этим вообще можно достаточно хорошо работать. Итак, подытожим. Карты показали себя более чем хорошо. На самом деле мне карты эти очень понравились. Единственное, конечно, есть нюанс. Нюанс в том, что это турбовые карты в достаточно герметичном корпусе. И что у нас получается, то что, скорее всего, их использовать получится только в открытых корпусах, потому что в закрытых корпусах продувка будет иметь очень мало смысла. Да, практически не будет иметь никакого смысла, потому что потоки воздуха от супермощных вентиляторов, которые установлены в закрытых корпусах, никак не будет обдувать радиатор. И если эти карты и как-то пытаться использовать в закрытых корпусах, то, наверное, придется снимать систему охлаждения, оставлять голые радиаторы. И тогда, может быть, это будет иметь какой-то смысл. А так, это, конечно, история больше для открытых каркасов. Но в чем плюс? Вот, например, карточка А4000, она супертоненькая, супермаленькая, суперкомпактная. И, скорее всего, даже вот на такой каркас, на каркас вот наш стандартный на 8 видеокарт, можно будет уместить даже 10 карт подобного типа. Это будет достаточно компактное решение, достаточно компактной мощности. Естественно, нужно будет поставить дополнительное допохлаждение, чтобы просто сдувать вот этот поток горячего воздуха, который будет вырабатываться, который будет сниматься турбинами с радиатора. Его нужно будет, конечно, куда-то отводить. Для этого понадобится дополнительное охлаждение. А если 8 карт, мне кажется, установить, то вообще никаких проблем не будет, потому что они тоненькие, маленькие, расстояние между ними огромное. И, в принципе, не будет никакой разницы, что я сейчас протестировал там 2 карты или также будут стоять здесь 8 карт, и смысл от этого не изменится. То есть вы видели все показатели на своем экране, то есть температуру они держат достаточно хорошо. Турбины, да, работают на 100%, но по практике скажу, что турбины сами по себе достаточно надежная штука, если за ними следить. Да, надо будет хоть немножко чаще продувать, чем обычные карты, но в целом это достаточно надежная история, с которой можно работать. Она будет работать хорошо и стабильно. Ну и плюс на нашем помещении, да, тут уже такая достаточно приличная температура, ну так, скажем, градусов 25. Вот я в кофте сижу, мне жарковато. И это, конечно, история, может быть, как-то надо будет предусматривать помещение. И по уровню шума, но есть карты, конечно, и тише, потому что турбовая история, да, если их будет 8 штук или 10 штук, это будет достаточно громкая история. Поэтому я думаю то, что, ну на балконе это терпимо. Если вы установите такой риг на балконе, в принципе, никаких проблем не будет. Это не асик, конечно, шума достаточно, но в комнате, рядом с кроватью особенно, или где-то, в общем, в квартире, мне кажется, это будет дискомфортно. А так, карты шикарные, особенно по их стоимости, по потреблению. На мой взгляд, это прям сегодня достаточно хорошее решение. Если вас интересуют эти карты, то в наш телеграм-канал, все ссылки в описании, связывайтесь с нашими менеджерами, они нас проконсультируют по количеству, по актуальной стоимости на данный момент. А если этот ролик вам понравился, поддержите нас лайком, не забывайте подписываться на наш канал и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А с вами был Александр, надеюсь, этот выпуск был вам полезен. И до новых встреч, пока!